Но ввиду того, как я сказал, что дебатов не будет, у меня есть ряд вопросов, которые я обсуждал с гражданами нашей страны на встречах, которые проходили в тех населенных пунктах, которые у меня была возможность посетить. Также эти вопросы обсуждались на телевизионных дебатах с моим участием. И это вопросы, которые по сегодняшний день мне продолжают приходить от русскоязычных граждан нашей страны. И эти вопросы я сейчас хотел бы озвучить на всю страну и хотелось бы послушать, услышать бы на них ответы. Еще раз я подчеркиваю, мне не нужны лично эти ответы. Эти ответы ждут все граждане нашей страны. У нас в Молдове есть целый ряд так называемых нервных окончаний у избирателей. Люди вправе знать, как будут решаться сегодня их проблемы. Я хотел бы, чтобы те вопросы, которые граждане, как я отмечаю, задают мне, чтобы на эти вопросы ответила сегодня Майя Санду. Почему Майя Санду должна на них ответить, а не Игорь Дадон? Потому что у меня в руках всего лишь небольшая часть обещаний Игоря Дадона в 2016 году, которые он не выполнил. Вопросы к Майе Санду сегодня, на которые граждане страны имеют право знать ответы, следующие. Вопрос номер один. Есть очень банальный вопрос, который беспокоит сегодня граждан нашей многонациональной страны. Это вопрос элементарный описания лекарственных препаратов, которые продаются у нас в аптеке. Почему сегодня, когда покупаешь лекарства в любом европейском государстве, то там в описании есть польский язык, украинский, турецкий, английский, французский, немецкий, русский. У нас в стране эта проблема до сих пор не решена. И я считаю, почему я повторю, что это вопрос для Майя Санду, потому что у Дадона была возможность решить эту проблему за последние полтора года, пока Плохотнюк отсутствует в стране. Он это не сделал. Сегодня в Молдавии живут молдаване, русские, румыны, украинцы, гагаузы, болгары. В чем проблема, чтобы сегодня ввести описание этих всех лекарственных препаратов на всех этих языках? Да нет проблемы, если бы на самом деле кто-то до сих пор имел бы желание, реальное желание объединить наше общество. Сегодня, я смотрю, многих пугают, русскоязычных граждан, на тему того, что будет запрещено 9 мая. Я хочу увидеть того человека, который сегодня запрещает 9 мая праздновать День Победы. У нас сегодня часть граждан страны 9 мая празднует День Европы. Основная часть граждан страны празднует 9 мая День Победы. Сегодня у нас настолько разделили людей, и если у людей сегодня есть предпочтение праздновать тот или иной праздник, значит, президент страны напоминает должен быть человек, который объединяет граждан страны. И мне бы очень хотелось, чтобы на эту тему высказалась моя санта. У нас сегодня в стране и другие праздники отмечают половину страны, например, Рождество отмечают в декабре, другая половина отмечает Рождество Христово в январе. И некоторые празднуют два раза. И в декабре, и в январе. Значит, скажите, пожалуйста, сегодня что? Кто-то будет запрещать праздновать в декабре, в январе или в декабре? Нет, это абсолютный бред. Но я хочу еще раз услышать официальную позицию кандидата президента Майя Сандо на эту тему. Дальше. Всех пугает закрытием русских школ. Я являюсь тем человеком, который еще во времена правительства Филата, если не ошибаюсь, помогал огромному количеству русских школ на территории страны не исчезнуть. А именно выделять им те денежные средства, которые им были необходимы для того, чтобы сохранить школу. И сегодня речь идет не о таких больших деньгах, потому что сегодня всем гражданам страны должно быть гарантировано право обучать детей на их родном языке. И я не вижу здесь проблемы. Я не вижу проблемы, если в Лепканах захотят украинские лица, это разбульба, он тоже должен быть. Если есть предпочтение у жителей Тараклийского района, где преимущество болгары, значит, это тоже необходимо сделать. Я хочу услышать позицию на эту тему. Я понимаю, что сегодня пугают социалисты всех унирий. Послушайте, унирий сегодня не является основным вопросом даже в политической повестке наших соседей, Румынии. И если нет сегодня этого в политической повестке руководства соседней страны, зачем пугать сегодня людей тем, чего никогда не будет? Почему сегодня некоторые тролли социалистов, они всю жизнь жили за счет фейков, дадон никогда не бил в лицо? Это человек, который всегда предпочитал ударить из-под тяжка сзади и использовать те же методички, которые использовал Плохотнюк. Значит, почему сегодня вы выходите к людям и говорите, вот, Ренат Усатый, смотрите, он призвал людей против Кулька. И я высказал свою позицию. Такое ощущение, что в течение предвыборной кампании или в течение последних лет я говорил как-то по-другому. Я против Кульков и коррупции, и Кулька конкретно, Игоря, был всегда. Это ни для кого не новость. Так, вы меня сразу взяли и записали в унионисты. Вот, смотрите, Усатый, придает интересы страны, продался там американскому послу и еще кому-то. Ребят, вы на таких фейках, товарищи социалисты, никуда не уедете. Вы можете сегодня сколько угодно организовать разные сбросы. Ваше счастье сегодня только одно. То, что меня нет во втором туре, потому что я бы вам показал бы и дебаты с Дадоном, и все ваши фейк-ньюс, которые вы распространяете по всей стране. И самое главное, значит, почему до сих пор, это касается, опять же, вопросов к Майсану, нет четкого определения, в течение какого времени будет распущен наш главный бордель страны под названием парламент Республики Молдова, где половина депутатов должно сидеть в тюрьме, часть должна уйти на свалку истории. Значит, я говорил о том, что в понедельник-вторник я представлю свой вариант решения этой проблемы, но все-таки хочется, чтобы вышли представители партии ПАС и сказали, вот Дадон, он что-то вышел там, промяукал на тему того, что выборы досрочные будут не позднее конца 2021 года. Значит, кроме того, что кандидат президента Майя Санду заявила, что нужно сначала очистить президентуру, потом парламент, значит, других заявлений я не слышал. Я задал вопросы, на которые я хочу, чтобы ответила Майя Санду, и почему еще раз я повторюсь, я говорю на русском языке, потому что это вопросы, которые я получаю от русскоязычных граждан. Вы знаете, что я говорю на двух языках, это не проблема. Продолжение следует...